Добрый день, дорогие зрители, с вами Bassett, и сегодня посмотрим один матч из китайского сервера. И это очень необычная встреча, потому что здесь у нас за Альянс играет игрок, с первого года, ник у него такой непримечательный, но на самом деле это один из лучших игроков России, DarkNage, и его оппонент под ником Arlen играет здесь за Советский Союз. Один из лучших игроков Китая против одного из лучших игроков России. И это будет весьма интересная схватка совершенно непохожих стилей игры, и будет очень любопытно посмотреть, кто же окажется тут победителем. Стартует все у Альянса с Аэродрома, это классический опенинг, тут ничего такого прям необычного. На этой карте, в принципе, тоже очень комфортно, потому что здесь такая вот дистанция полета небольшая, самолеты могут хорошо уклоняться за счет большого количества препятствий, да, вот эти вот все клифы, выступы, очень комфортно можно уклоняться, уворачиваться от всяких глиапов с ПВО, да и не только, вообще от любых угроз. И таким образом DarkNage уже с самого старта может сейчас начать постепенно перехватывать контроль над картой, но проблема в том, что игрок из Китая открылся тоже намного более осторожно, чем рассчитывал Альянс, потому что здесь, смотрите, орудия ПВО, очень ранний завод и, соответственно, поздняя вторая база. Да, экономика, конечно, у Сайта от этого пострадала, но, с другой стороны, он не пострадает совершенно от бомбардировок. DarkNage ничего не остается, кроме как удалиться отсюда своим индикатором, и, действительно, может быть, попытаться бомбить нефтевышку, это бы, может быть, принесло бы какие-то плоды, но, в общем и целом, наверное, даже это делать не стоит, потому что рискованно, там уже два голиафа, и, по сути, просто Сайта спокойно, так, знаете, комфортно себе создал все условия для продолжения в мид-гейме. Ну, конечно, для DarkNage это такой нехороший знак, нужно идти сразу же вверх и попытаться потом, как-нибудь, может быть, с волнорезами, с пехотой делать что-то такое, знаете, мощное, может быть, контратака с пехотой. Сложно сказать, на самом деле, что он будет делать, что вариантов довольно много у Альянса, это и креокоптеры могут быть просто дальше, это два, но судя по тому, что он просто уводит свой командный центр, это все-таки будут просто волнорезы сейчас, да, как-то довольно дешевые, но универсальный при этом юнит, который способен контрить все, кроме танков, фактически, у Советов. Танки представляют для волнореза огромные угрозы, ну, естественно, всякая авиация тоже. Однако этот юнит очень удобный, потому что на этой карте, где есть две морские локации, можно спокойно также будет гонять Совета с этих баз, и это, естественно, дает великолепное преимущество для DarkNage. Третья база уже у Совета тоже пошла, поэтому не теряет времени даром и постоянно пытается как-то развиваться. Попытка атаки сейчас будет три Голиафа, но проблема в том, что здесь как бы нечего делать этой такой маленькой разведгруппы Совета, потому что, ну, банально, а что ты сделаешь, да, вот этими юнитами? Ну, нечего тут перехватывать, просто ни одной свободной локации, ни одной позиции, чтобы нанести какой-то урон своему противнику. Ну, полетели в индикаторы, снова смотрят, что тут происходит. Да, собственно, ничего такого не происходит, да, обычный переход в Т2, и скоро будет уже появление первых танков. Поэтому, да, это, наверное, самый такой пассивный старт, в моей памяти, за долгое время, потому что обычно, в итоге, три партии начинаются с больших стычек пехоты, здесь этого совершенно не было, но зато, с другой стороны, здесь будет что-то интересное в мидгейме, да, потому что видно, что у игрока крайне осторожно играют. Вот, игрок под ником Harlan был топ-1 ладера за СССР довольно-таки долгое время, не знаю, сейчас он еще до сих пор на этой позиции, но он действительно просто монстр, и поэтому здесь, конечно, DarkNage нужно быть осторожным. Он тоже сейчас уже сравнялся по базам, по экономике, но совет добывал немножко больше, он начал это делать раньше, и у него теперь все готово для хорошего развития. Небольшая попытка забрать комбайн, не хотела продамажить его на будущее, конечно, от этого особого толку сейчас нет, но посмотрим, что будет дальше. DarkNage, видите, он старается сейчас экономить довольно-таки сильно на юнитах, у него, правда, уже появляются тоже свои ракетчики, с другой стороны, но, в общем и целом, он, скорее всего, сейчас будет пытаться занять базу, зонт окрызается в него, ай-яй-яй, как неприятно. Не успел разложить командный центр, первый миг уже прилетает сюда сейчас, но, понятное дело, драться с Аполло затея плохая, и DarkNage не сможет разложиться, занять новую базу, ну, впрочем, это не беда, он просто сейчас выковырит этого паразита здесь, на аэродроме, и, собственно, избавится от этого советского наследия в своем командном центре, и, в общем-то, сможет просто поехать дальше на ту же самую локацию. Нужно быть очень осторожным сейчас, конечно, ему, потому что уже появились первые танки, надо избавиться от пирамиды, где сейчас отстреливают солдаты, там очень потенциально большой урон, медведи идут в атаку тоже, хороший сбок, хороший фокус-файр, медведи не смогли ничего сделать, еще и Ведикаторы помогли, их бомбили, и в итоге DarkNage здесь очень уверенно приходит в атаку, просто разбивает все эти силы совета, но у совета уже четвертая локация строится, то есть он уже будет очень богат сейчас, и мне кажется, что Альянсу будет уже довольно сложно действовать дальше, потому что, смотрите, у Альянса даже своего ПВО не так много, два Аполло, ну, там, кстати, тоже два мига, да, поэтому два мига это не такая большая проблема, но все-таки сейчас будет очень жесткий микроконтроль, что со стороны одного игрока, что со стороны другого. Пока что у DarkNage, конечно, такая позиция весьма спорная, надо занимать новую базу, может быть, даже не идти сейчас в атаку, ну, а оранжевому совету, в принципе, ничего, кроме наступлений, уже не остается, потому что он все занял, можно пойти в Т3, попробовать построить один какой-нибудь перед ноут, побомбить противника с моря, ну, можно, мне кажется, просто даже в лоб, ну, честно говоря, здесь пока есть экономическая преимущество, пока есть ресурсы, можно попробовать рисковать. Ну, кстати, смотрите, скорее всего, совет просто пойдет даже в пятую базу, вот так вот прям, а почему бы нет, собственно, действительно, что ему помешает это сделать? Ничего, скорее всего, потому что у Альянса сил для большого контрнаступления сейчас нет, у него до сих пор Т1, то есть у него нет никаких технологий, то есть только что фото, и только вот какие-то вот несчастные отряды, ракетчик и волнорезы, естественно, да. Поэтому, конечно, Альянс тут не имеет какого-то большого спектра юнитов, поэтому, конечно, совет может на халяву себе эту локацию занимать, ему абсолютно нечего бояться, здесь не о чем беспокоиться. Главное, просто сейчас осторожно вот только вот не подставиться под какой-нибудь выстрел ракетчиков или под турели какие-нибудь. Ну и Дарк Нейдж продолжает штамповать пехоту, чтобы занимать соседние всякие локации потенциально, да, и здесь строится стандартная тоже армия для контры, того, что делает Синий Альянс, медведи, которые будут разбираться с пехотой, и немножко танков на все, что останется после работы Миши. Сейчас Дарк Нейдж понимает, что там стоит база, кстати, странно, что советую оставил совершенно голой, это не годится никуда, это очень странно, на мой взгляд, но так, видимо, и произойдет. Скорее всего, база будет потерь, но здесь сброса пути-то прям после внедрения, что это было вообще, на самом деле, странно немножко здесь действует сейчас совет, но в то же время, конечно, он, скорее всего, пробьется. Очень хороший залет индикаторов был, один их был подбит, но танки все равно еще большая часть их жива, и можно попробовать добить Дарк Нейдж прямо здесь, но я думаю, что сил, скорее всего, просто банально не хватит, потому что там еще авиация в другом месте, здесь проблема будет с добычей, здесь база, скорее всего, будет с лейта полностью, нужно чем-то ее спасать, нужно ввести туда каратель и мигов, и Дарк Нейдж как бы отбивается сам, и при этом совет сейчас, скорее всего, потеряет хотя бы одну свою локацию. Ну, это очень-очень вероятно сейчас. Там, правда, много мигов, и чисто в теории они должны справиться с Аполло, здесь проблемы даже вообще не должно, и как бы вот довольно грамотно, видите, набор юнтер сейчас готов у совета, то есть он знает, как это сделать, то есть он знает, что нужно просто избавиться от парочки Аполло, и потом можно занимать уже эту базу снова, оно, правда, просто ее потеряет первым делом, да, и как бы ресурс потрачен уже, нехорошо. Остается, правда, моментально сейчас вверх, чтобы потом можно было базу восстановить, так что план у совета все-таки коварный здесь был, и все эти волнорезы сейчас, скорее всего, будут потеряны, ну и, по крайней мере, им придется отступать, то есть, да, ситуация уже не очень приятная. Для Дарк Нейджа он потерял все-таки позицию, потерял юнитов, цены, вообще на самом-то деле, здесь есть все волнорезы. Базово становится, понятное дело, но хоть какое-то время он добывать не будет, ну и какие-то плюсы все-таки здесь имеются. У синего игрока было бы странно это отрицать, но, конечно, да, вот у Альянса сейчас находится в той стадии, когда он наиболее уязвим, потому что у Альянса, у него все очень хорошо на Т1, у него очень хорошие креокоптеры, но их нужно побольше, пока их две штучки, три штучки уже готовы. И вот на Т2 совет обычно находится в своем пике. Да и Т3 у советов, на самом-то, неплохое, но я не знаю, есть ли что-нибудь сейчас у совета для перехода в Т3, пока что нет в лаборатории, ну, возможно, она сейчас и не особо, так сказать, нужна, да, то есть здесь главное сейчас просто драться за центр, для этого подойдут обычные танки. Проблема в том, что вот креокоптер сейчас становится главной головной болью теперь, да, потому что, смотрите, базу будет замораживать, здесь даже если бы была ПВО батарея, она бы не спасла, и, конечно, сейчас, скорее всего, совет лишиться этой локации. Минги прилетели. И штучки этого мало, на самом деле. Один на полу улетает, ну, а подводная лодка продолжает поразить просторы. Красивая игра, на самом деле, здесь от Альянса, все равно, то есть он делает абсолютно все, что нужно, чтобы оставаться в этой партии, при том, что он уже довольно долгое время отстает по деньгам, но беда сайта в том, что он деньги не может как-то реализовать, вот прям идеально и хорошо. Кстати, он снес пирамиду, и здесь будет занимать позицию на холме. Очень грамотно, очень любопытно, что же будет дальше. Танки поехали в атаку, тесты хотят построить, но это бы совсем было уже, знаете, амбициозно, не получилось. Но тут, как видите, позиция хорошая. На хайграунде здесь, как Оби-Ван Кеноми, стоят эти все танки. Тут как бы просто не продвинуться, и к войскам, мне кажется. Тут невозможно сейчас, да, и с Путин бросается, и просто здесь Альянсу заходить будет дико сложно. Конечно, он может им в треме постоянно уменьшать танки, что он, собственно, и делает, и это действительно пока работает. Но тут уже, видите, много кулу готово. Осталось забыбахнуть какую-нибудь Тессу дополнительно, и эта осада, скорее всего, будет заканчивать победой для Совета. Но, опять же, часть там потеряна. Здесь как бы еще храм было, как будто построить и ремонтировать юнитов в этом месте. Да, это было бы прям мега-мега круто. Но даже так, юниты могут ремонтироваться весь этим лазером, этим, по сути, отсосом и пунктов, и оружия. Поэтому уже действительно все нормально. Заморозка сейчас в тыл идет, и Dark Knight наступает в атаку. Красиво он здесь организовал всю битву, но хватит ли у него силы с этими танками, хватает. И Совет просто разваливается в одной битве, что? Что? Я этого не ожидал. Ну, Китай партия, минус рейтинг, забрать чашку риса, кошка жена. Но это было очень быстро, учитывая, насколько эта партия медленно, тактично развивалась, и какой внезапный финал. Да, то есть просто проиграл одно сражение. Да, понятное дело, что сражение это, возможно, было решающим, и Сэд потерял бы, скорее всего, командный центр, кучу танков, кучу всего, но это было очень внезапно и неожиданно. Но такой был у нас сегодня матч, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного, мемы, разных контентов и все прочее. Желаем всего хорошего, всем пока, и до новых встреч.